Привет! Речь пойдет о революции. Революции в умах. Революция в моих умах и умах моих друзей случилась в 1981 году. Это была не первая революция в наших умах, но достаточно яркая. О других революциях я расскажу в другой раз. Революция заключалась в прослушивании вот этой пластинки. Кинг Кримсон. Дисциплина. 1981 год. О том, что группа, созданная Фриппом под названием Кинг Кримсон, созданная еще раз, спустя, кажется, семь лет после того, как она распалась. Так вот о том, что эта группа дала уже концерт в 1981 году, мы узнали значительно позже. А тогда мы приехали с Виктором Робертовичем Цоем в Москву к Саше Липницкому, и он сказал, а вы слышали, спросил меня, а вы слышали новый Кинг Кримсон? Ну, Витя не очень увлекался творчеством Кинг Кримсон. Ему нравилась другая музыка, а я очень любил эту штуку. И я говорю, как? Они же уже не играют 100 лет. 7 лет для нас тогда в возрасте 20-21 год казались вечностью. Они же уже 100 лет не играют. А Саша говорит, нет, они играют, они выпустили новый альбом. И поставил нам вот этот самый альбом. Еще раз покажу его. Дисциплина. Начали слушать, и я совершенно ничего не понял. Я Сашу спрашиваю, а ты ту пластинку поставил? Это Кинг Кримсон? Он говорит, да, это Кинг Кримсон. Стали слушать дальше и пришли в невероятный восторг и поняли, что так называемый арт-рок, так называемый прогрессив-рок может быть разным. До 1981 года он был практически одинаковым у всех. Ну, в хорошем смысле одинаковым. Но когда включали Yes или Genesis или там Van der Graaff Generator или что-то еще, Emerson Lake & Palmer, было понятно. Ага, вот это прогрессив-рок, это арт-рок. Вот так они играют, так и положено, так вот много, громко, длинно, многозначительно и очень умно. Вот эти составляющие были обязательными для прогрессивного урока тех времен. А здесь совершенно что-то невероятное и совершенно другое, но при этом прогрессивное. Мы в ту пору с ума сходили по группе Token Heads, по Дэвиду Бирну, уже посмотрели у Саши Лепницкого на видео концерт Stop Making Sense, Token Heads. И для нас это была музыка номер один. А здесь мы услышали и Token Heads и много-много чего другого. И это вовсе не означает, что это плагиат с Token Heads, что Freep стал играть прямо как Token Heads. Совершенно нет. Но в ту же сторону, в ту же сторону, в сторону динамики, в сторону ритма, в сторону привлечения африканских каких-то штук перкуссионных, новых гармоний, новых тембров. Высокотехнологично все очень было. Хотя и ранее King Crimson тоже был высокотехнологичен, но к 1980 году все эти технологии уже настолько вошли, не вышли в тираж, а вошли в тираж, настолько были растиражированы. Настолько много мы слышали от разных групп использования и мелатрона, и муга, и чего только угодно. Все эти синтезаторные штучки, они стали совершенно обычными. А здесь никаких синтезаторных штучек. Гитарная группа, две гитары, бас и барабаны. Ну, об этом стоит говорить отдельно, потому что гитара фрипа с его фрипертрониксом, это вообще другой инструмент. Гитара, кстати, у него фернандес, если я не ошибаюсь. Она выглядит как гипсом, но на самом деле это фернандес, который отличается от всех остальных гитар тем, что в эту гитару встроен активный сустейн. То есть она может звучать бесконечно. Сустейн заводится от, ну, короче говоря, от вибрато пальца левой руки. Когда играешь на этой гитаре, извлекаешь звук правый, да, и он гаснет, гаснет, гаснет. А когда начинаешь чуть-чуть вибрато, этот сустейн продолжается бесконечно. И гитара поет, звучит как скрипка, как виолончель, как угодно. Вот этот фирменный фриповский звук. Ну, мало того, что фрипертроник или фрипертроникс используется им, который делает петли и много чего еще. Вот этот самый фернандес, он дает, конечно, значительную составляющую фриповского звука. То же самое делает Стив Хэкетт из группы Genesis. Та же самая гитара фернандес, фернандес, тот же самый бесконечный сустейн и вот это гитарное пение отсюда и идет. Ну, конечно, от техники этих парней, этих мужчин, которые играют на гитарах, зависит все. Потому что я пробовал как-то играть на фернандесе с этим бесконечным сустейном. Получалось плохо, могу сказать. Потому что вот этот самый, вот это микровибрато делать, это надо насобачиться очень серьезно. А чтобы играть какие-то пассажи длинные, это вообще отдельная история. Так что не только в технологиях дело. Так вот, King Crimson. Все совершенно по-другому. Все дико сложно, но при этом очень легко, очень понятно. И вроде говорят и поп-музыка. Некоторые люди, которые ничего не понимают в музыке, King Crimson говорят, ну это какая-то попса. Да попсы тут как до луны и даже еще дальше на несколько тысяч световых лет. Эту пластинку я бы сравнил с первым альбомом King Crimson, In the Code of the Crimson King, по своему воздействию, по неожиданности и по тому, как она перевернула всю рок-музыку практически. Вообще всю. Все стали играть по-другому. До этого играли и Token Heads, Дэвид Бирон. Вот эти ритмические жесткие штуки. Масса панк групп, масса групп новой волны. Все играли по-разному. А Фрип пришел, собрал все это и сделал все это по-настоящему. Вот так это может звучать, ребята, если вы серьезно подойдете к процессу. Это действительно очень серьезный подход. Очень сложная музыка, виртуозная игра, невероятные тембры. Все время выпадает пластинка, потому что здесь наклон. Я ее выложу, наверное. Вот он. Ну, что сказать. Начало Elephant Talk, первая песня, начинается с совершенно непонятной какой-то вязи ускоряющихся звуков. Бесчисленное количество нот, сыгранных Тони Левином на стике. Тони Левин бас, как в кредитах написано. И стик. Вот эта вот штука такая, такая басовая. Многие знают, что это такое. Я не пробовал на стике играть. Это сложная история. Я не буду даже пытаться научиться. И врубается вся группа. Фрип играет абсолютно не так, как он играл раньше. Основа его игры здесь это бесконечно повторяющиеся, очень сложные гитарные фразы. механистические такие. Механистические, механические, как заведенная какая-то такая пружина, которая медленно выпрямляется. Даже не буду повторять. Мне так и не спеть, как он играет на гитаре, очень быстро. И сверху прозрачные, режущие, острые аккорды гитары Эдриана Белью. Эдриан Белью, вокал гитара, если кто не знает. Эдриан Белью играл с Фрэнком Заппой, играл с Дэвидом Боуви, играл с Токен Хэтс. И все это здесь слышно, потому что в адской вот этой машине первой песни Elephant Talk есть маленький лирический момент, где Белью играет коротенькое соло. И соло играет в чистом виде запповское. Я недавно только это понял. Раньше это проглатывал в силу того, что музыка настолько захватывала, что даже и не разбираешь откуда, что, кто, как, почему. Настолько интересная музыкальная ткань, что в нее просто входишь и уже не выйдет. Вот этот бешеный ритм Elephant Talk. Вот эти гитарные крики, слоновьи голоса, которые изображает Эдриан Белью на своей гитаре. Действительно, голоса слонов с помощью гитары изображает Эдриан Белью. Так вот, это гитарное соло в чистом виде то, чему его научил Фрэнк Заппо. Эдриан говорил, что у Заппо он подчеркнул очень много, когда играл с ним в его группе. Я, к сожалению, что-то видел. Да, я видел концерт с Белью запповский, но он там играл немного. С Токен Хэтс он играл на концертах значительно больше. Но он научился играть у Заппо, и вот эти кусочки запповски он вставил в Elephant Talk. Яростная совершенно песня. Билл Бруфорд на барабанах. Удивительно скоростные брейки, удивительно скоростные, такие же механистичные, как и игра фриппа. Но я уже несколько раз повторил слово «механистичная». Все это, да, выглядит как отлаженный механизм, четко взаимодействующие части этого механизма, четкое совершенно взаимопонимание. Но музыка живая получается при этом. Вот что удивительно. Это, правда, может быть за счет того, что Белью привносит своим чувственным лирическим голосом, хотя он очень громко кричит, очень едко кричит, ядовито, но все равно он лирик по натуре. Если послушать его сольные альбомы, их достаточно много, у него лирический тембр такой какой-то человеческий. Половина текста импровизируется. Ну, импровизируется один раз, а потом повторяется уже на всех концернах, так как с импровизированным. Оно все очень здорово, очень интересно. Frame by frame. Печальная, протяжная голосовая линия, которая лежит на дикой гитарной игре фриппа. Вот эта механистичность с повторением. Астена то это называется, да, по-моему, если я не ошибаюсь. Повторение одной и той же фразы, или двух фраз, или трех фраз, которые переплетаются. Белью помогает, вступает вторая гитара. Фразы вот эти накручиваются одна на другую в разных размерах, сходятся-расходятся. Но буфер все это четко склеивает. И это очень здорово, когда бакл поет одно, а музыка играет совершенно другое. И все это вместе воспринимается достаточно органично. Мэтью Кудасай. Песня. Мэтью Кудасай с японского переводится как «Подожди меня». Лирическая баллада Эдриана. Белью, которая лежит, опять-таки лирическая вокальная линия, лежит на авангардной гитарной такой истории. Авангардное полотно, когда не знаешь, чего ждать, кто что сыграет. Тембры, которых ранее не было, нигде ни у одной из другой группы. Можно сказать, что там фленджер, там хорус, там все это. Не фленджер и не хорус. Это фленджер и хорус, плюс еще 158 обработок. Такого звука еще я не слышал никогда и нигде. И «Индисциплин» завершает первую сторону. Тяжеленная вещь. Сразу вспоминаются первые альбомы Кинг Кримсон. Первые песни с первых альбомов Кинг Кримсон. «Ин Двейк оф Посейдон» и «Ин Дэ Кот оф Зе Кримсон Кинг». Такая же яростная, тяжелая гитарная история, только очень современный звук. И он до сих пор современен, несмотря на то, что это 1981 год. Звук до сих пор в пору просто сепультуре с таким звуком играть. Что они и делают, кстати говоря. «Теллахам Гинджит» открывает вторую сторону. Это анаграмма, название это анаграмма в горячих джунглях, по-моему, переводится. Песня написана после того, как Эдриан Белью получил по башке во время прогулки по Нью-Йорку. Сначала от гопников, потом от полиции. Вернулся в студию, рассказал всю эту историю. И родилась вот эта песня «Теллахам Гинджит». Моторная, быстрая. Человек бежит сначала от гопников, потом от полиции. Потом полиция его задерживает, получает по башке, бежит в студию. Хватает гитару, играет, поет. Бесконечно повторяет «Теллахам Гинджит», вот эту штуку. Повторяет, повторяет, африканская какая-то такая наплывает составляющая. Но и тут же уплывает, потому что это все-таки гитарный рок. И Кинг Лимсон здесь превратились в гитарную группу. The Shelter in Sky – протяжный, прекрасный гитарный инструментал с космическими тембрами. И, собственно, композиция «Дисциплина», которая состоит из фрагментов того, что было сыграно выше. Из «Frame by Frame», из «Elephant Talk». Хотя эти фрагменты, они с трудом читаются, но они там есть. Она является такой закрывашкой этой пластинки. Очень монолитная история. Эпохальная, шаговая, знаковая. Она такая же, наверное, эпохальная, как пластинка «King Crimson Red», которая закрыла грандиозный арт-роковый период истории «King Crimson». Закрыла громко, хлопнув дверью, мощно так, что все до сих пор дышат песней «Starlas». Композиция «Red» заглавной. А эта штука открыла новую историю, новую главу группы «King Crimson» и рок-музыки вообще. Это действительно эпохальная запись, которую необходимо иметь, слушать, про любить. Я не скажу, вкусы у всех разные, но я ее безумно люблю. Я считаю ее одним из лучших альбомов группы «King Crimson». После чего, после вышесказанного, точнее, пойду, как всегда, пить. Вы знаете уже. И до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok